Рассада томатов пропадает. Помогите! Что случилось с рассадой? Это видео вышло на канале Садово-огородные будни и множество зрителей мне прислали ссылки на видео Светланы с рассказом, что с их рассадой происходит то же самое. Предположений у зрителей было множество. Это и зараженные грунты, некачественные семена, поражение вредителями, различные заболевания. Были опасения, что заболевание распространится и как вывод нужно выкинуть больную рассаду. А между тем это просто отек. Английская эдема. В русскоязычном интернете чаще встречается название оэдема. Называйте как хотите. Главная суть. Отек или водянка возникает из-за неправильного полива. Почва излишне влажная. Поглощение влаги происходит быстрее, чем транспирация. Транспирация это потеря воды через листья. То есть, чтобы не было отека, два этих параметра должны находиться в равновесии. Нужен баланс. А значит, возникновение отека зависит не только от поливов, а и от остальных условий выращивания. Некоторые сорта могут быть более восприимчивы к отекам, чем другие. Чаще отек на рассаде наблюдается, когда растение имеет 5-6 настоящих листьев. Но бывает, что и на более младших растениях и на более старших. Проявление отека может быть на стеблях и на листьях. К этому видео мы еще вернемся чуть позже. Вот так лист выглядит с наружной стороны. Но если его перевернуть, то увидим нечто похожее на волдырей. Тут у огородников часто возникает предположение, что это вредители. В более запущенной стадии волдырей может быть больше. Если их очень много, то лист засыхает. Специально удалять такие листья не нужно. Отек – это не инфекционное заболевание. Вызывается избытком влаги, доступной растению в данных, конкретных условиях. А к условиям относятся и температура воздуха, и влажность, и освещение. Посмотрим на нескольких примерах причины возникновения отека. Пример первый. Появились комментарии. Зрители пишут, что после пикировки рассада медленно гибнет и через некоторое время погибает совсем. Бывает, что отек начинается после пикировки рассады. Вы пикируете рассаду или пересаживаете в больший объем в отдельный горшочек или стаканчик. И следующим вашим действием будет обильный полив. При пикировке или перевалке это происходит чисто инстинктивно. В этот момент на автомате получается налить много воды. Ведь новый грунт не должен быть сухим. При определенных условиях уже только одного такого обильного полива бывает достаточно для возникновения оэдема. А если растения перенесли куда-либо, например, в более прохладное место, то вероятность возрастает еще больше. Пример второй. Очень многие огородники, которых нельзя назвать начинающими, так как рассаду они выращивают не первый год, считают, что виноваты в возникновении оэдемы лампы для подсветки рассады. Обычно комментарии такие. Выращивал без ламп, на подоконнике все было нормально. Купил лампы и получил оэдему. Это очень поверхностный вывод. Вы стали выращивать под лампами, а значит поменяли условия выращивания. Теперь света больше и рассада растет интенсивней. Процесс роста рассады уже нельзя сравнивать с предыдущим опытом. Чем больше света, тем интенсивнее идет процесс поглощения воды. Но при этом вы не создали условия для быстрой потери воды через листья. Баланс нарушен и вы видите результат. При выращивании рассады на подоконнике условия тоже могут вдруг измениться. В прошлом году я приводила вам такой пример. В конце рассадного сезона солнце печет через стекло. Даже газету на стекло вешают. Да и батареи в это время могут еще не выключить. Условия изменились. Температура высокая. Грунт пересыхает моментально. А мы уезжаем на дачу на выходные, чтобы грунт не пересох. В пятницу вечером обильно поливаем с запасом. Чтобы хватило на два дня, чтобы растения не засохли. Вернуться с дачи можно к Эдеме. Это видео Галины Андреевой. Его можно посмотреть по ссылке наверху. Не только условия выращивания рассады на подоконнике могут измениться. Еще один пример этого года. 24 января мы показывали вам томаты, которые выросли из черенков. А черенки были срезаны осенью с томатов, растущих в открытом грунте. Эти черенки росли в доме 5 месяцев под искусственным освещением. 8 таких томатов на одной полке. Показали томаты вам. И тут стало понятно, что назад на одну полку нам их уже не поставить. Включили свет на нижней полке. И 4 томата из 8 поставили вниз. Все. Этого хватило. Чтобы на томатах, стоящих на нижней полке, началась у Эдема. Что изменилось? Поливы остались прежние, но изменилась температура. На нижней полке холоднее. Холод идет через пол, а температура на улице порой доходила до минус 30 градусов. Потеря воды через листья на холоде сократилась. Баланс нарушен. Поливать растения на нижней полке нужно было меньше. Кто виноват? Лампы или я? Так же и у Светланы. Рассада, на которой появился отек, в основном стояла на полу. И, конечно, там холоднее, чем на верхних полках. Поглощение влаги было такое же, как и у растений, стоящих выше. А вот потери воды через листья при более низкой температуре была меньше. То, что эта конструкция была занавешена, тоже сыграло свою роль. Холодный воздух так и оставался под столом. Не смешивался с более теплым воздухом комнаты. Холод плюс высокая влажность после полива, плюс отсутствие циркуляции воздуха. А вот то, что стаканчики обрезаны и рассада стоит плотно, на данном этапе роста не имело значения. Листочки рассады пока не перекрыли свет друг другу. Рассада не вытянулась. Она крепкая и коренастая. Расставить пошире можно и сейчас. Хуже не будет. Но чуть позже, когда еще подрастет, нужно расставить обязательно. Да, и забыла сказать, тут у Эдема уже подсохшая. Если бы Светлана делала ревизию рассады чуть раньше, то на стебле были бы волдыри. Такие, как я вам уже показала. Такие же, как на листьях. Видео Светланы вы можете посмотреть по ссылке наверху. Внимательно нужно относиться не только к поливам, но и смотреть на все условия выращивания в комплексе. Как лечить Эдему или Оедему? Отек на рассаде – это не болезнь. Лечить тут нечего. Но загубить растение очень просто. Обычно все грешат на грунт и начинают проливать грунт фитоспорином или еще чем-нибудь. Каждый полив только усугубляет ситуацию. Опрыскивание растений какими-либо препаратами точно так же делает, только хуже. Наша задача – понять причину возникновения отека и исправить ситуацию. Для начала отрегулировать полив под свои условия. Можно поставить растение на солнечное окно или вынести в теплицу в солнечный день. Солнце не только светит, но еще и греет. В этом случае и грунт высохнет быстрее. Особенно быстро высохнет, если солнечные лучи будут попадать на рассадный горшок или стаканчик. На солнце листья растения будут быстрее терять воду. Баланс восстановится. Пересушивать грунт тоже не следует. Если это случайно получилось и рассада повесила листья, то сильного разового полива не должно быть. Поливаем по чуть-чуть. Восстанавливаем нужную влажность грунта не за один разовый и обильный полив. Если рассада на закрытом стеллаже, то влажность там будет выше, чем в комнате. Значит открыть, сделать постоянное проветривание. Если рассада стоит внизу, там где температура всегда ниже, поднять наверх. И конечно в следующий сезон не допускать такой ситуации. Кстати, есть еще одна причина возникновения отека. Это когда о рассаде заботится двое. Каждый польет рассаду и у Эдема здравствуй. Как отек отразится на дальнейшем росте рассады и на урожае? Этот вопрос интересует всех, кто столкнулся с Эдемой впервые. В случае с рассадой Светланы урожай просто будет позже. Так как растения потеряли нижние листья, им нужно время, чтобы их восстановить. То есть нарастить заново количество листьев до цветочной кисти, которые соответствуют сорту. Сам же урожай из-за отека не станет меньше. Тут мне хочется рассказать о нашем случайном опыте. Как я уже сказала, на зимовавших томатах, которые мы поставили на нижнюю полку, началась у Эдема. Такие длинные томаты были разрезаны на кусочки, то есть на черенки. Каждый кусочек стебля дает пасынок в пазухе листа. И получаются вот такие растения. А вот так выглядит стебель с засохшим отеком. И как видим, тут тоже есть пасынок. Я хотела выбросить этот кусок стебля. Но Рома сказал, давай воткнем, посмотрим, что получится. Что получилось перед вами? Лист в пазухе, которого вырос пасынок, уже отвалился. Торчащий стебель с Эдемой будет позже засыпан землей. И томат перестанет внешне отличаться от собратьев. Так что ничего страшного не произошло. Все будет хорошо. Посадка помидоров по два в лунку. Что дает? Самый ранний урожай огурцов. Когда сеять? Вырастить морковь, как дважды два. Очень урожайный сорт картофеля уника. Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт Вогороде.Про.